На основании чего судейская коллегия в начале процесса не допустила в зал заседания ни участников процесса, в том числе представителей СМИ и родственников подсудимого? У меня такое впечатление, что ребята растерялись, просто растерялись. Они не знают, как сегодня скрыть эту правду от населения, от главы республики, от президента России, который особое внимание обращает сегодня на вопросы, связанные с отправлением правосудия. Они нарушают один из главных принципов гласности судебного разбирательства, что категорически недопустимо. Об этом говорит прямо и Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении. И говорят нормы уголовно-процессуального закона. Они как обосновали свое решение не допустить сурналистов? Они как не обосновали. После нашего возражения на действия председательствующего он прямо так и сказал, а никто им не запрещает, пускай заходят. Таким образом стало возможным допуск зрителей, родственников в зал судебного заседания. Но при этом все равно запретил вести видео и фотосъемку. Произвольное, без постановления. Он отменил принятое судебной коллегией по нашему ходатайству постановление без всякого обсуждения этого вопроса с участниками процесса. Данное постановление было немотивированное, необоснованное и незаконное. Итоги сегодняшнего заседания суда? Сегодняшний судодень начался так же, как и все остальные судодни, с попытки исследования постановления об отказе и возбуждении этого дела, которое поступило непонятно по какому запросу, и следственного управления, следственного комитета РФ по Чеченской Республике. Данное постановление с сопроводительным письмом за подписью Соколова, начальника этого управления, поступило 9 декабря 2016 года. Данное постановление и сопроводительное письмо было сегодня исследовано в суде. И после исследования по предложению председательствующего Горбовцова Дмитрия Петровича, мы начали выяснять. Сопроводительное письмо за подписью Соколова адресовано Шавхалову, в суде Верховного Суда Чеченской Республики. Мы попросили огласить запрос Шавхалова на данное постановление. Председательствующий Горбовцов и сам Шавхалов подтвердили, что такой запрос они в следственное управление не направляли. Аналогичное постановление с небольшими изменениями поступило на сайт Верховного Суда Чеченской Республики 7 декабря с личной почты начальника 1-го отдела Следственного управления и Следственного комитета Российской Федерации Карагалева. Всего личной, подчеркиваю, личной почты безадресно не председателю Верховного Суда Чеченской Республики, не членам судебной коллегии, а просто на сайт. И за подписью просто Андрея Карагалева, без указания звания, должности этого сотрудника Следственного управления. Защита и наш доверитель, мы все вместе консолидировано считаем, что данные два постановления направлены без запроса суда сотрудниками, руководителями, если действительно те лица подписывали эти документы, действительно от них они поступали, направлены для того, чтобы опорочить доводы операционной жалобы о том, что Гиреев был похищен и ему подброшены наркотические средства. И мы в связи с этим заявили сообщение о преступлении, совершенное сотрудниками этого управления. Считаем, что эти два постановления были направлены с прямым умыслом воспрепятствовать отправлению правосудия и установлению истинных подделок. Мы заявили данное сообщение о преступлении, и судебная кавалегия в Агилове с Горбовцовым приняла такое пространное, на мой взгляд, постановление. Не своевременно, и поэтому отложить для лучших времен. То есть практически отказала в регистрации, в занесении протокола судебного заседания и направление его Бастрикину, председателю следственного комитета, для принятия решения в порядке статистов 144-145. И, на мой взгляд, они укрыли преступление от учета и принятия процессуального решения. Еще мы не успели обсудить, прокурор вскочил и заявил ходатайство. Прошу отложить до согласования своей позиции в премиях сторон и выяснение вопроса о законности двух этих незаконных постановлений. Мы так и не могли добиться ему обоснования этого ходатайства. Но у нас так. Любое желание прокурора удовлетворяется сразу после его заявления. И они, вопреки протесту и возражению защиты самого нашего доверителя, который просил не нарушать разумные сроки отправления правосудия, не откладывать на такой долгий срок, потому что он содержится в изоляции в мире. И отреагировали, и отказали нам даже в изменении меры пресечения на момент процессуальной проверки по сообщению о преступлении. На этом закончился. Отложили на 20 число. Как Вы думаете, почему процесс откладывается? Откладывается, потому что они понимают, что с тем, что представили Шалинского суда приговор, его не может сфокусировать и узаконить никто, даже Гарри Поттер. Ну не сможет сфокусировать, потому что его нельзя узаконить. Потому что он порочный, инвалидный, незаконный, необоснованный, немотивированный. Просто порочный. И его сегодня узаконить невозможно просто. Поэтому они сегодня ищут, как выйти из этого безвыходного положения. Я им сразу скажу, что нет выхода здесь. Прекратить, оправдать, вынести частные постановления, направить сообщения о преступлении в следственные органы и вместо Гиреева посадить тех, кто спровоцировал эту ситуацию. Другого выхода нет.